Всем привет! Сегодня у нас опять видео из-за разряда «учу вас плохому». Среди вас научу, как правильно ругаться с турками в Турции. Мне кажется, я уже до этого как-то затрагивала в отдельных видео, это в теме какой-то, да, но на данный момент решила отдельным видео это снять. Ругаться в Турции надо уметь так же, как и торговаться. Это особенность деталитета. Ругаться здесь нужно с позиции жертвы, а не с позиции агрессора. Всегда. Да, если ты в позиции жертвы, ты точно выиграешь по результату. Какая бы ни была ситуация, даже если ты, типа, по сути, в позиции агрессора нападаешь, ну, не знаю, какие-то свои права отстаиваешь или еще что-то, ты тоже должен всегда включать жертву. Здесь жертв очень любят, жертв жалеют, потому что я вам всегда говорила и повторю, турки подавляющие, жертвенные, поэтому они спасатели. И такая позиция бедного, несчастного жертвы, она всегда выигрышная, потому что сначала сперва вот отзывчивые сердечные турки, они бегут спасать, помогать того, кто страдает, а разбираться в том, почему он страдает. А может, он был причиной конфликта, а может, он был тот скрытый агрессор, который на себя спровоцировал агрессию, на самом деле сам был в чем-то виноват. Это выясняется уже потом, если вообще до этого доходит время, и это вообще будут выяснять. Велика вероятность, что, знаете, как я скажу, если видят, что кого-то обижают, ну, это просто пример, на улице, побегут защищать, драться, кого там бить вообще не разберутся, кто за что дерется, нападают друг другу все за все. Короче, например, словами разбираться что-то здесь будут в последнюю очередь. Я вам даже как пример выскажу. Летом это была история, по телеку очень много, несколько дней показывали. У меня есть по думам ресторан, и там был конфликт. Туда пришли два каких-то наркошника, отец и сын арабы были, такие при деньгах, они были под наркотой какой-то, и они начали, скажем так, это ресторан арабский, и там работают и арабы, и турки, официанты, там, гарсоны, и повара тоже. Очень, кстати, вкусный ресторан, и то, что за семьей ходим. И вот эти два семейных, как папа-сын, с женой они были, с мамой и женой, как так назовем, да. И, в общем, они что-то там, в общем, не знаю, причудилась, или что, не знаю, какая причина конфликта была, на самом деле, из пустого места. Они разбили бутылку, стеклянные бутылки, там, типа, оля, кока-колу заказали, и напали на официантов, порезали там лицо, руки, конфликт, короче, у них открыт. Ну, я думаю, что, скорее всего, сделали замечание, что они какие-то обгашенные, короче, да. И началась очень большая драка. А турки только, блин, кто-то кого-то бьет, и всегда, говорят, сразу бегут помогать, спасать. И вот они, вот этот конфликт сразу же, естественно, выносится из пределов ресторана на улицу. Здесь улица такая проходит, ресторанная, тусовочная, променад всякий, далеко ночной клуб есть. И все, естественно, сразу собираются. В общем, кто бы мог подумать, когда сейчас очень турки ревностно относятся к арабам, к их бизнесу, к их ресторанам, риэлторским агентствам всяким, потому что они забирают у них часть, скажем так, зарплат, мест рабочих и тому подобное. Это всякие, это все, кто эти арабы, это, я вам уже говорила, социальная такая культурная прослойка при деньгах, кто сирийцы или с Афганистана, кто переезжал, кто здесь осел, открыли свой какой-то бизнес, и, конечно, это деньги были. И поэтому они, ну, как бы не очень к этому относятся, ревностно очень турки, не любят это. Кто бы мог подумать, напали арабы на арабов, назовем вот так, да, это начинается драка, из других заведений, ресторанов, другие, как назовем, рестораторы, официанты, они видят вот эту потасовку, что, и они тут же врываются, начинают разнимать, драться, там такая заваруха была, человек, потасовка, человек 20 было. Хотя нападающих 2, они непонятно, кто за кого заступался, кто кого как был, в общем, поняли, а кто-то другой подумал, что вот этих двух бьют ни за что наркоманов, потом выяснилось. Короче говоря, они за них заступились. И это, так сказать, округлая территория, эта улица такая кольцевая, и я вижу просто картину, тут такая куча малан, кто-то убегает, они побили мебель, схватили ножки стульев там, например, этим дерутся, что под руку попадается, кто-то на убегает, вот этот отец с сыном по итогу, как я потом в новостях узнала, за ними бегут. Короче, вылетают из всех вот этих ресторанов, кстати, вечер, ужин, обслуживают людей. Ты сидишь в ресторане, тебя официант обслуживает, он тут кидает, блин, не знаю, счет, и просто вылетает на улицу, хватает все, что под руку, и начинает драться, нормально, да, вот как посетитель, это вообще нечто, я такой, с открытым ртом все были. Вот, короче, начинается такая потасовка, со всех ресторанов вылетают все. Их там окружили в кольцо, конечно, вызывали там такая, несколько нарядов не только полиции, но приехали военные, у нас есть патрульные военные, это такой броневик-машина огромная, и они военные, зеленая, черная, такой форме, они без нашивок, типа, а-ля такой спецназ, вообще без знаков определения, они только с автоматами там, все обвешаны, там, гранатами, вот такое у нас здесь есть, но вот на такие всякие случаи, прям такие, а-ля полу, это полуполиция, полувоенное подразделение, типа, я не знаю, какой-то там СОБР, кто там, вы поняли, спец какие-то, типа, назначения войска, но они при этом патрулируют улицы, вот такие прям теракты они предотвращают. Вот вы видели, в аэропорт, которые стоят, такой броневик стоит, он всякие политические, когда, там, не знаю, акции в плане, они защищают, то есть в центре где-нибудь, на такси, такой броневичок всегда стоит у какого-нибудь памятника, протесты, то есть вот такое, это типа не полицейские, но не довоенные, вот такая структура. Даже они приехали, прикиньте, какая драка была, а вообще непонятно было, кто за что дерется, за что, вообще что происходит, а потом в новостях все это рассказывали на следующий день, что вот отец и сын, короче, они иностранцы, арабы, и причем арабов побежали защищать турки здесь, которые, в принципе, с ними конкуренты, там, где-то недолюбливают их. И вот это вот ощущение помочь, помощи, они вот, понимаете, если ты жертва, на тебя нападают, никто здесь не разбирается, кто чему виной. Я говорю, за этих наркоманов тоже кто-то пошел. Почему такая драка огромная? Они видят, что этих бьют, а их там меньше, их двое, сейчас я за них впрыгнусь, пофиг, какой повод был. И вот ругаться с турками, это надо включать позицию жертвы. Жертвы всегда все сходят с рук. Жертвы всегда жалеют. Вообще, в принципе, в психологии, жертвенная позиция, чем она хороша? Она безответственная. Я не беру на себя ответственность за обстоятельства. Я жертва, так сложилось. А второе, жертвенная позиция, это позиция, по сути, детская. Главное не брать ответственность. Я очень близко выгодная, вторичная выгода с этой позиции. Жертву сразу ей дают одобрение, поддержку или повышают самооценку. То есть одобрение получается человеческое. Чтоб ты говно какое не сделал, по сути, да, что привело тебя быть жертвой, тебя всегда пожалеют. А вот у них в менталитете и в культуре это очень сильно прослеживается. Поэтому вы, когда хотите поругаться, скажем так, отстоять какие-то, возможно, свои права в банке, я не знаю, в магазине на кассе вас там, не знаю, обсчитали и делают вид, что ничего этого не было и не принимают вашу претензию. Господи, я не знаю, в школе у вашего ребенка какие-то проблемы с учителями, вы идете разбираться, в какие-то структуры где-то, да, то есть когда вы пытаетесь отстоять что-то свое и вы знаете, что вы правы при этом, когда вот в такой ситуации вы разбираетесь, вы, у нас принято, да, с угроз, с наезда, а я пожалуюсь на ваше руководство, а вы там такой-сякой, или вы понимаете, да, типа на вас закон есть. То есть я начинаю, как правило, в моем менталитете, да, в России, я начинаю угрожать, говорить, что на вас есть управа, или я знаю свои права, или я на вас подам в суд. Если здесь с таким приходишь, разбираться куда-то, здесь сразу это в штыки, агрессия идет. А так, тогда я тебе из принципа, нифига не сделаю, как ты хочешь, и не уступлю из принципа, потому что ты подъехал на позиции агрессора. А если вы приходите, и просто никогда в вашей речи не должно быть прямых угроз. Хорошо работают законы, и угрозы даже жертвы, очень легко на вас самого дела завести, если вы что-то угрожаете кому-то. На вас самих дело заведется за угрозы, или за разжигание какое-нибудь, чего-нибудь. И мы намекаем, полутонами всегда. Знаете, вот здесь такая произошла проблема, я ее объясняю, да, претензию свою, что мне не нравится, и говорю, знаете, я думаю, что вы могли бы повлиять на эту ситуацию. Мне бы, конечно, не хотелось придавать это огласке, да, рассказывать об этом в СМИ, или жаловаться там кому-то, то есть не я приду жаловаться, все узнают о том, что ты сделал, да, а мне бы, конечно, не хотелось. Я, конечно, жертва. Вы меня вынуждаете к этому, но я сам этого не хочу делать. Ваши действия заставляют, подталкивают меня, и так далее. В этот момент реакция у турка всегда будет защищаться, и говорит, либо ты сам дурак, ой, да вам показалось. Не придавайте, я в это, типа, я не я, то есть я не при делах, я в это такой смысл не вкладывал, вас обидеть не хотел, или вас обмануть не хотел, да. Вы не так поняли, то есть на тебя всегда идет, ты дурак сам. Вы не так поняли, вы ошиблись сами, вы не там прочитали, вы не там поставили галочку, там, не знаю, наш банк не ошибся. То есть на тебя всегда эта реакция. Главное было подкатить с позиции жертв. Вы говорите, да, я, значит, да, виноват. Далее вы говорите. Отлично. Давайте тогда обратимся в вышестоящие там органы, я обращусь там, не знаю, в там какую-то общественную палату, в телевидение, вообще, это очень огласки, здесь жир сарафана радио, боятся, есть такая сфера услуг, фейсбук, CNN Turk всякие, у них здесь по ватсапу даже бейазмаса, по ватсапу можно претензии всякие заснять, видео вот это вот все стукачество, так назовем, в новостях, новостную повестку сюжета снимает, что-то происходит где-то в телевидении, в журналистика, здесь вообще-то все живет и работает, это быстро снимут какой-то сюжет, в общем, огласки вот это, они очень сильно боятся передаванию огласки, хорошо, раз вы считаете, что я не прав был, я ошибся, давайте предадим это огласки, и, наверное, кто-то нас, типа, рассудит, да, люди дадут оценку, кто был из нас прав, если вам уже в этот момент там хабально отвечать, да, делайте, что хотите, вот тогда вы можете включать такой танк и тоже, знаете, не с я, вот вас всех посажаю, да, а с таким, да, хорошо, всегда надо давить на вот эту сферу какой-то деятельности публичной, это огласка, сарафанное радио, огласка, здесь все ходят по рекомендации, всегда по знакомым, по родственникам, репутация здесь очень сильно важна, я вот сейчас рассказала пример, как здесь можно по-турецки ругаться, да, мы заходим с позиции жертвы, потом становимся мягким таким агрессором, и в конце мы додавлили, мы говорим, а, ну ты так не хочешь, ну в таком ты хочешь оставаться агрессором, ну окей, пусть и узнают, какой ты агрессор, я тебе подпорчу репутацию, вот учу плохому, как вот здесь решаются такие вопросы, это не важно, туристы, в том плане, что ты там приезжий в вид на жительство у тебя, или ты гражданин Турции, это вот здесь в менталитете, я вам честно скажу, если вы иностранец здесь, неважно, долго вы тут или не будете находиться, или вообще тут живете, поверьте, вот эта позиция подстроиться в конфликтах так повести, как они, если вы так подкатите, вас потом еще уважать больше будут, будьте хитрее, и не надо так накатом с агрессией, с давлением на них, у них-то они закрываются сразу, они сразу дистанцируются, и ты всегда будешь в невыгодной ситуации, ты будешь агрессором, даже если ты на 100% вправ, да, если они виноваты, они такие же, они будут, знаете, что говорить тогда, смотрите, на нас нападают, смотрите, она или он на нас давит, а мы бедные несчастные, они всегда же могут сказать, ой, мы ошибку доступим, спустили, ой, извините, сейчас все исправим, вот эта вот ошибка, вот этот вот стажер, который не туда нажал, не так контракт заключил, или еще что-то, он есть всегда, это тоже вот такой всегда отступный путь, откат какой-то задний дать, имейте в виду, а когда вы жертва, от вас уже так и не отвяжешься, понимаете, главное не быть в позиции агрессора и давления здесь, потому что жертву всегда будет жалеть, даже если ты не прав, даже если ты, скажем, по твоей глупости что-то произошло, вот эти в СМИ, в публичности, в этом пространстве, тебя все равно будет жалеть, ты пострадавший, потому что это менталитет воспитания их, надеюсь, совет был мой вам полезен, нужным, пишите ваши комментарии, присылайте ваши истории в комментариях, пишите, как вы с этим сталкивались, какие могут быть еще какие-то советы на эту тему, да, я всегда в инфобоксе под видео оставляю свою почту, и вы можете мне написать ваши истории анонимные, я опубликую на канале, разберу, как психолог отвечу, или можно написать также консультации, и мы с вами встретимся онлайн в скайпе, и я вам дам консультацию как психолога. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!